Привет, друзья! Украинские солдаты рассказали о разбитой украинской военной колонии, ударах российской артиллерии и тяжелой ситуации на фронте. Съемка велась скрытно. В 4 часа приехала колонна, в 4.15 колонны не стало. И людей тоже разбили. И вообще бригады нет. Колонна привезла боеприпасы. Они только остановились, ребята пошли, кто телефон не поставил на зарядку, кто пошел отдыхать, и 4.15 сразу бомбежка, и разбомбили сразу. Вот он спал на кровати в спальнику, на кровати на одно местное. И, короче, его просто-напросто, вот это был взрыв, короче, вот эта вся фигня, он просто кровать скрутило, как улитку просто, и все. На моих глазах, когда вывозил, я ранен, на лад, бежал мужичок, да бензовоз. Бензовоз, БК попадает, тело влетело, и все. И растворилось. Растворилось все. Они говорят, блиндажи, в блиндажах два окопа попало посредине, и два пацана, один тут, один тут, сгорели вообще. То есть блиндаж вот этого не помогает. Блиндаж вот этот, что копается, это не помогает. Два окопа стоили посредине воронка. Один без головы, без горбуза. Один без ног. Вот вам окоп. Вам брозевки, 8-й лот. Мы только приехали после одной бомбежки, приехали, приехали, это было, 14 человек, еще 15. И только приехали, и в эту же ночь опять бомбежка, вам бросим где тут. Потом на следующий день, опять, следующую ночь опять бомбежка, опять Жешградом накрыли. Говорит, мы не воевали. И нас туда не посылали, мы тут не должны быть вообще. Не мать техники нормальной воевать, уже техника все поломана вся. Людей не мать воевать, с кем воевать, против чего воевать. Это надо быть, надо быть просто сумасшедшим. Или против танка с вот этим, или против артиллерии с автоматом. Куда идти воевать? Жалко укола нам не дали. В артиллерии работают. Дали нам укол, дали нам укол, успокоительный. Это против шока. Лапоть оторвали, то ты чувствуешь, что у тебя вторую лапоть оторвали. Понимаешь? Ну, что еще можно тебе... Всего, конечно, не расскажешь, потому что... Ничего не расскажешь. Тяжело рассказывать. Глаза закрываешь, сегодня ночью растяжка сработала, повыскакивали с палатки босиком, давай прятаться. Потому что ждешь уже, ждешь непонятно чего и откуда ждешь. Прячемся, чтобы только число. Прячемся. А нас посылают туда, брат. А нас туда-назад отправляют. Едьте туда. Вам в Россию куда? Да. Чтобы добили, чтобы некой информации не было. Уже говорят, 72-й бригада не существует, а мы что есть тут. Говорим, дайте нам отпуск, говорю, отдохнуть хотя бы. Морально хотя бы отдохнуть надо. Нет, мы вам отпуск не надо. Пошли в медбат, все, третий день нас таблетками кормят и все. Валерьянку дают, чтобы успокоить. Говорят, что Макоси. Как Макоси.